Продолжаем знакомить вас с предприятиями региона, которые обеспечивают североказахстанцев качественной продукцией. Сельчан рабочими местами и в целом способствуют развитию населенных пунктов. В следующем материале о товариществе Север Жаслжер района Махжана Жумабаева. Товарищество Север Жаслжер действует 15 лет. Находится в бывшем райцентре селе Возвышенка. Коллектив насчитывает 28 человек. Занимаются здесь в основном растениеводством. Выращивают пшеницу, чечевицу, горох. Площадь посевная в ТО 1700 гектар. Вот так вот сеем. В организации еще имеется, у нас есть мельница для помола ржаной муки. Когда выращиваем рожь, получается хорошее, когда производим муку ржаную, продаем в основном в город Петропавловск. У нас есть еще убойный пункт, оказываем по забою населению скота. Выполняет свои обязательства товарищество и перед пайщиками. Дивиденды выплачивают в денежном эквиваленте. В прошлом году за один пай дали 30 тысяч тенге. Всего их 27. Получаем паи регулярно. Один раз в год. Претензий никаких нет. Сумма всегда устраивает. Все нормально. Паи получаем регулярно. Не обижают. В конце года все получаем. Живем хорошо. Принимает хозяйство и активное участие в благоустройстве села. В рамках меморандума о взаимном сотрудничестве с Акиматом округа оказывается различная поддержка. Например, в зимнее время товарищество занимается очисткой внутри поселковых улиц. И это только малая часть сделанного. Честно говоря, если бы все товарищества с ограниченной ответственностью были бы такие, как Северный Солжер, которые постоянно на постоянной основе. Мы делали анализ. Например, в 2023 году более 10 миллионов тенге. Это просто в инфраструктуру села товарищество Северный Солжер вложило. Занимается помимо того, что вкладывает различные проекты, это изготовление проектно-сметной документации, проведение ведомственной экспертизы, то есть оплата, гражданское частное партнерство. В 2023 году строилась врачебная амбулатория в селе Возвышенка. Более миллиона тенге товарищество вложило, скажем так, помощь. Где-то техникой, где-то ГСМ помогало, где-то материалам рабочих предоставляло. Кроме того, предприятие вкладывает средства в местную школу. Обучаются здесь 319 учеников, классы с русским и казахским языками обучения. Функционирует мини-центр «Интернат». В 2022 году, перед началом отопительного сезона, у нас, к сожалению, появилась такая проблема с отопительной системой. И Иван Антонович оказал нам большую помощь. Это все было в экстренном режиме, все было решено. Была произведена замена труб системы отопления в 120 метров. Помимо этого, также производится уборка территории школьной от снега. Большая помощь оказывается в плане транспорта. Допустим, при транспортировке необходимое оборудование с районного отдела образования. Также ранее была оказана помощь в замене мягкой кровли. Возвышенский сельский округ включает в себя 5 сел. Проживают около 2000 человек. Адилия Кушекова, Адиль Нуржанов, Служба новостей.